Поехали! Электричество! Тема двойников, двойственности всех и вся – одна из основных в сериале. Даже в названии города и сериала присутствует символичное изображение могущественных противоборствующих сил – черного и белого вигвамов. Но Твин Пикс не стал бы самим собой, если двойственность осталась бы лишь фоном основного сюжета – записью, сделанной между строк. В Твин Пиксе существуют двойники, вполне осязаемые. Они имеют различную природу, и большинство из них сыграли важную роль в развитии сюжета. В этом ролике речь пойдет о двойнике, порожденном черным вигвамом, и созданных им копиях других людей. А в конце ролика я расскажу об интересной версии, также связанной с двойниками, по которой Лору Палмар никто не убивал. Поехали! Лору Палмар! Лору Палмар! Лору Палмар! Лору Палмар! Лору Палмар! Двойственность Дэйла Купера Мэдлин Фергюсон Единственное ее внешнее отличие от сестры Это цвет волос Вторая личность Скрыта внутри продавца обуви Филиппа Жерара Моё имя Майк Майк это не проявление шизофрении Он дух из черного вигвама Самостоятельная личность Использующая телесную оболочку Филиппа В первых сезонах великан с той же целью Использует старого официанта Последняя серия второго сезона Раскрывает нам некоторые тайны черного вигвама В обители Боба и однорукого Майка Для каждого найдется свой темный двойник И даже едва ли не святой Дэйл Купер Сталкивается там со своей темной стороной Это становится переломным моментом В судьбе федерального агента Вместо него в наш мир выходит его темная сторона В компании с Бобом Использующим двойника как новую телесную оболочку За 25 лет прошедшие между событиями второго и третьего сезонов Темный Купер создает целую криминальную сеть Всех подробностей нам не показывают Но ясно, что на него работает множество недружащих с законом людей Он финансирует проект по созданию странного устройства Стеклянного куба Внутреннее пространство которого находится под постоянным видеонаблюдением Но обо всем по порядку Третий сезон украл у нас героя Отважного и благородного агента Дэйла Купера Возвращение которого ждали практически все поклонники сериала Несколько сцен, в которых мы видели старого доброго Дэйла Не смогли утолить жажды фанатов После 27-летней паузы между сезонами Но в то же время Третий сезон подарил нам Оригинального и харизматичного антигероя Для Кайла Маклахлина, ожидавшего увидеть в сценарии привычный для себя образ Выделение массы экранного времени темному Куперу Стало сюрпризом Еще большим сюрпризом Для него станет роль неполноценного Купера Который он был абсолютно не готов Но об этом немного позже Заманив Купера в ловушку в конце второго сезона Боб не ожидал, что вселившись в темного двойника агента ФБР Его сущность будет подавлена сильнейшей негативной энергией того Кто должен был стать лишь его телесной оболочкой Ты все еще здесь Хорошо Это с Лилундом Боб мог позволять себе все, что желал Слабый отец Лоры не в состоянии был противостоять его напору Двойник Купера оказался личностью куда более сильной Он ведет собственную игру Решив обмануть не только Купера Но и однорукого Майка, которому служил Боб Среди духов Черного Вигвама существует своя иерархия Также они обязаны выполнять определенные правила Темный двойник Купера должен был вернуться в Черный Вигвам спустя 25 лет Но он проникся земной жизнью и возвращаться не собирается Двойник начинает воплощать свой запутанный план Чтобы обыграть и Майка, и Купера, и ФБР Созданного им криминального синдиката недостаточно, чтобы справиться с силами потустороннего мира И Темный Купер создает двойников Но прежде чем приступить к рассказу о созданных им сущностях Нужно определиться с терминологией, используемой в сериале Не все двойники равнозначны В сценах в Красной Комнате, показанных в окончании второго сезона Мы слышим термин Деппельгангер А в третьем сезоне агент Тэми Престон использует термин Тульпа Деппельгангером раньше называли привидение или призрака Который не отбрасывает тени И при этом выглядит точной копией живого человека Увидеть своего двойника означало скорую смерть В сериале этим термином называют абсолютно самостоятельные, негативные сущности Образовавшиеся в черном вигваме Каждого человека, попавшего в черный вигвам Ждет встречи со своей темной стороной Со своим Деппельгангером Тульпа – термин взятый из тибетского и индийского буддизма Означающий индивидуальную или коллективную галлюцинацию Затрагивающую разные органы чувств и внутренние ощущения В третьем сезоне нам показали механизм создания Тульпы Создатель использует золотое зерно и волосы оригинала Чтобы создать двойника низшего порядка Тульпы создаются с определенной целью Они запрограммированы на какие-то действия И не становятся полностью самостоятельными личностями Также важное отличие Тульпы от Деппельгангера в том, что Тульпа может находиться в одном мире со своим оригиналом Темный Купер создает две Тульпы Первого двойника он называет Дагги Джонс Несмотря на странности и различные неприятности Дагги Джонсу удается вести очень неплохую жизнь У него престижная работа, отличная семья, прекрасный дом Никто вокруг даже не догадывается, что этот успешный страховой агент Погряз в долгах, изменяет жене И что он искусственная сущность, созданная только с одной целью В назначенный час отправится в Черный Вигвам вместо Темного Купера Механизм этого процесса довольно прост и чрезвычайно неприятен В определенное время открывается вход в Черный Вигвам Гарманбозия двойника начинает проситься наружу Эта субстанция, выглядящая как кукурузное пюре Видимо удерживает сущность в нашем мире, пока вход остается открытым То же самое происходит с Дагги Джонсом То лишь разницей, что Дагги тошноте не сопротивляется Кто первым блюет и теряет свою гарманбозию Тут и отправляется в мир духов Такой вот аттракцион в стиле Дэвида Линча Дагги Джонс выполняет свое предназначение И отправляется в Черный Вигвам вместо Темного Купера Темный Купер знал, что вместо Дагги в нашем мире займет Купер настоящий Чтобы сразу же решить проблему одновременного пребывания в нашем мире и оригинала, и двойника За Дагги следили нанятые Деппельгангером убийцы Несмотря на то, что в наш мир возвращается неполная версия Дэйла Ему везет Купер чудом избегает смерти и отправляется в свои 13-серийные мытарства В одном из интервью Кайл МакЛахлин сказал, что очень переживал из-за абсолютно новой для него роли Наверное, непросто играть практически полную остраненность И при этом держать зрителей в напряжении Ведь они должны были постоянно находиться в ожидании того, что Купер вот-вот очнется Вторая тульпа, созданная Темным Купером, копирует секретаршу Дэйла, Дайану До третьего сезона мы постоянно слышали об этой героине, но ни разу не видели ее И вот в третьем сезоне нам наконец-то показали, как выглядит Дайана Впервые она появилась в шестой серии сезона И до этого все гадали, кто именно из актрисы ее сыграет Многие ставили на Монику Белуччи Но Линч сделал выбор в пользу Лоры Дерн Лора Дерн, безусловно, талантливая актриса И могла бы воплотить на экране любой образ Достаточно вспомнить, насколько разных героинь она сыграла в «Синем бархате», «Дите к сердцам» и «Внутренней империи» Линча В моем представлении, Дайана всегда была такой ответственной серой мышкой Которая всегда точно и вовремя выполняла поручения Купера Вопреки ожиданиям, Дайана оказывается экстравагантной и грубой алкоголичкой Возможно, исчезновение Купера так повлияло на нее Но возможно также, что заложенный в тульпу характер был злой иронией Темного Купера Дайана очень хорошо знала Купера и других агентов ВБР Темный Купер отводит ей куда более сложную роль, чем Дагги Угадав с тем, что для познания его личности Гордон Коул прибегнет к помощи Дайаны Темный Купер поручает ей войти в доверие к Гордону и Альберту После чего разузнать координаты входа в белый игвам и убить троих оставшихся агентов в голубой розы Здесь стоит подробнее рассказать о плане Темного Купера Устранение оригинала позволило бы ему остаться в нашем мире навсегда Но это не было его конечной целью Двойник хотел найти сущность, которая создала Боба Он хотел найти Джуди Для того, чтобы Джуди смогла прийти в наш мир, им был построен тот самый Куп, показанный в первой серии сезона По сути, это искусственный портал между мирами Джуди врывается в наш мир, убив несчастных, оказавшихся невольными свидетелями ее появления Джуди вселяется в Сару Палмер Но Темному Куперу неизвестно об этом Создается впечатление, что двойник хотел встретиться с неизвестной ему сущностью, от которой не знал чего ожидать Скорее всего, он узнал о ее существовании от майора Брикса Ему было известно, что Джуди обладает огромной негативной энергией И это привлекло его Возможно, он хотел использовать ее могущество в своих целях Или сам рассчитывал получить какую-то силу или знание Самым неясным для меня моментом его плана остается пункт с поисками входа в Белый Вигвам Из сцены перемещения двойника в обитель Великана становится понятно, что через это место он рассчитывал попасть к дому Палмеров, чтобы встретиться с Сарой Но если он все же знал, куда ему надо попасть, почему он не приехал к ней сам, без этих сложностей с Белым Вигвамом? Выходит, что носитель Джуди был ему неизвестен И тогда вопрос к Филиппу Джеффрису Кто такая Джуди? И ответ Филиппа Ты уже знаком с Джуди Говорят о том, что Купер хочет узнать, кто именно является телесной оболочкой Джуди А Джеффрис намекает ему на Сару Белый Вигвам в таком случае становится для темного Купера местом, в котором он надеется получить ответ на этот вопрос Для этого и нужны были координаты, которые должна была достать тульпа, копирующая Даяну Бывалые агенты ФБР вовремя разгадали игру, которую ведет с ними Даяна Следуя плану Великана, они сливают ей координаты входа в Белый Вигвам О плане Великана я рассказывал в ролике Агенты Голубой Розы Ссылки на обе части ролика будут в описании Команда на устранение агентов шокирует Даяну Перед тем, как достать оружие, она вспоминает о том, что сделал темный двойник с настоящей Даяной И практически осознает свою природу В одном из следующих выпусков я планирую подробно разобрать случившееся с Даяной Ведь если посмотреть на сюжетную линию этого персонажа через призму теории о спящем, то можно найти много интересного История Купера и Даяны, при такой точке зрения, может стать едва ли не центральной в третьем сезоне План темного Купера провалился, но он пока что не знает об этом и продолжает идти прямиком в ловушку Нет смысла пересказывать финал сезона Скажу лишь, что Купер заставляет коварного однорукого Майка совершить добро Им создается тульпа Купера И вскоре копия Дейла занимает место Дагги Джонса Кто-то скажет, что это обман Но это обман во благо Да и стоит также учесть, что Дженни И и Санни Джим никогда и не жили с настоящим человеком А теперь, как я и обещал, расскажу о версии, в которой предполагается, что Лора Палмар осталась жива Вспомним сцену из фильма Твин Пикс Огонь иди со мной Когда подаренная Лоре картина оживает и девушка оказывается в ней, а затем попадает в красную комнату По этой версии, Лора осталась в черном вигваме, а ее место заняла копия Лоры Подобно тульпе Даяны, незадолго до смерти копия Лоры осознает свою искусственность Твоя Лора исчезла Осталась только я Боб тоже понимает, что убивает ненастоящую Лору И осознав обман, в ярости кричит Попав в черный вигвам, Лора сможет выйти оттуда только когда вход откроется в следующий раз То есть спустя 25 лет О чем она и говорит Куперу Мы увидимся снова через 25 лет Но Купер не понял подсказки И в конце третьего сезона он перемещается в прошлое и спасает от смерти двойника Так как оригинал не может существовать с двойником в одном мире Собиравшаяся выйти из вигвама Лора перемещается в реальность Кэрри Пейдж Вот такие пироги Эту версию легко опровергнуть Но она заслуживает внимания Возможно кто-то из зрителей сможет развить ее и логически обосновать В Твин Пикси нет ничего однозначного Жителям присуща двойственность В лесах можно найти порталы, ведущие в части потустороннего мира противостоящие друг другу Злодей порой творит добро И наоборот Именно в многозначности этой вселенной и кроется ее главный секрет И ее главное преимущество Неиссякаемый интерес поклонников Не могу припомнить ни одного фильма и ни одного сериала Которому на протяжении почти 30 лет проявлялся бы неподдельный интерес сотен тысяч людей И как же не упомянуть о двойственности авторства О двух талантливых людях, часто имеющих абсолютно противоположные точки зрения на то Как должно выглядеть их творение Корень двойственности всего произведения именно в этом Электричество Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...